Если бы ты осознал «я», ты бы сейчас в нем пребывал, а ты начинаешь дальше тираду строить, чтобы каким-то образом обозначить что-то. Ловишь момент? Это очень хороший момент. Я же это делаю не для того, чтобы вас обидеть или каким-то образом. Просто я знаю кое-какие моменты, и они очень безжалостные. Они очень легко могут находить, когда человек лукавит, и все время его выставлять в дурацком свете. Но это делается не для того, чтобы его подловить и показать, как я крут. А это просто такой, у тебя сейчас шикарный момент, что есть со стороны человек, который знает, как эти вещи подлавливаются, и себя развернуть именно к себе, и перестать что-то изображать для кого-то. Вот, видишь, он забалтывает, начал. Сейчас мы начнем с тобой разбираться, что ты под софизмами понимаешь, что ты вообще там под субъективностью понимаешь. Я все равно тебя заболтаю, потому что я более грамотный. Да, у меня в этом плане побольше информации. Причем информации, которая, ну, никакого смысла не имеет. И даже если я тебя заболтаю, толку никакого, потому что ты можешь меня послать вот какому, и сказать, это только ваше мнение, идите в баню. Правильно? Ну, это такое, есть такие ребята, упертые, им хоть колб на голове чеши, они будут ставить на свое. Хоть неважно, что это всего лишь тоже поза. Поза, которая защищает нечто, что собой не является. Потому что то, кем являюсь я, как я, оно никакое и нигде. Потому что все, что где-то и какое-то, это вот из области бла-бла-бла. Да, а ваше же я, можно все равно писать, можно писать ваше я. А зачем? Нет, я дарил к тому, что, например, кто-либо тут говорит о своем я, кто защищает свою точку зрения, но может это и опять же это более... Да, он может как угодно это назвать, и болей, и божественной сущностью. Ну, опять же, он может назвать это просто я, ну и его я. И может своим я назвать только не к я, не к божественной воле, это никакого отношения нету, это жалкие потуги, эго, каким-то образом объективировать свое существование. Потому что... А? Ну, вот так он может даже рассуждать, что это я, счастье я, у него тоже концепций много. Но пока он это делает, это все ни о чем. Вы же пришли сюда не просто так потрудить ни о чем. Да, но к смыслу. Точно. Все как-то бессознательно чувствуют, что есть какой-то смысл во всей этой истории. Что есть какой-то высший, как это у китайцев, великий предел. Тай дзю тю вяй. Он не занимался? Тай дзю тю вяй. Тай дзю тю вяй. Великий предел. Тай дзю тю вяй. Ну и что, с колхозом. С колхозом, блин. Нельзя покрасоваться своей эрудицией. Не оценивать. Не оценивать. Все пустую, блин. Ну, смысл не в этом. А то, что действительно существует некий великий предел. Обычно ум дискурсивный, то есть который расписывает все в реальности какую-то, он этот предел отправляет к Боженьке, который сидит там на каком-то небе и начинается выдумывание. Вот мы только что говорили. Тривидийный Бог. Но вот с Сыном все понятно. Это персонаж почти исторический. Иисус Христос. Да? Дальше пошло. А кто такой Святой Дух? Что это за третье лицо? Или второе, так, по сути важно. Кто-нибудь из вас вообще думал, что такое Дух? Есть такое слово. Даже от него идет слово Духовность. Я люблю его и поставить. Ну, это если умом начинать, а вот если вот как-то вот внутри себя поймать. И вот... И вот прямо здесь, на этом главном моменте. Самое интересное, что Дух прямо здесь сейчас присутствует. Потому что Он всесущий, везде ведущий. О Нем так и говорится. Он везде. Он прямо сейчас между нами. Как только мы... Да никак только. Он все время тут был. Наверное, как бы вывезли, где-то душа и алмана тоже, а везде все присутствующие. Ну да, вот так же. Совершенно верно. Это, наверное, концепция такая? Нет, концепция это, если вы начинаете анализировать с Пуруши и Атмана, как некое ваше представление с точки зрения европейского понимания. Понятно. А вот что такое Дух? Уже... Урация. Урация, интеракция, интеракция просто... Просто... Подожди, а вот в том-то и прикол, что абстракция это вот ваше представление о нейронных сетях, о молекулах и атомах. А вот Дух, он прямо здесь всем присутствует и всем, собственно, благодаря Нему все это и держится. То есть вообще у вас жизнь есть благодаря Духу. Но он верующий, если он может... Он продышаться знает, чем не верующий. Как это... Какой... Причем верующий чем лучше ощущатель, чем вы? Потому что для меняम может помочь благоуществовать агенцию. Как не существовать, если он существует? Ну для меня не может существовать, агенцию есть датяльное И он тоже может существовать скажем, несчастливое множество существовать. Ну, бесконечное множество существует абстрактно. Видите, вот ум чего-то не понимает и начинает к аналогиям скатываться. Как бы понять то, чего я не понимаю, при помощи того, чего я понимаю. А? Я просто так предположил. Ну, это да. Ну, в принципе, я говорю, у ума есть очень замечательная способность всё скатывать в то, на что похоже. Точно. Вообще не существует того, для чего нет слова. Наоборот, всё, для чего есть слова, всё существует. Семантически. Ну, да. Но это как-то вам улучшилось ситуацию вашего «я есть» от того, что вот что-то мы ляпнули такое. Ни уму, ни сердцу. Не поняли ничего, что-то проболтали. Не поймали вот это присутствие этого духа вот прямо здесь и сейчас. Представляете? Присутствие этого духа прямо здесь и сейчас. Оно вот прямо вот... Прямо всё только благодаря Ему существует. Мы не можем, опять же, соответственно, аналогиям скатывать, потому что у нас нет органов чувств, которые фиксируют этого духа. Что ли? Есть. Ну, например, у нас нет клятвы, поэтому мы не можем говорить. Мы и есть этот дух. Мы, собственно говоря, им и являемся. А разум пытается определять, а дух – это то, чем мы являемся. Вот разница большая. Разум – это то, что придумывает и определяет. А дух – это тем, чем вы являетесь. А как я чувствую? Вот. Это уже другой вопрос. Надо выяснить, что вам мешает чувствовать дух. А что мешает чувствовать дух? Ум. Всякие определения, которые постоянно выкидывает ум для того, чтобы объяснить своё существование. Вот дух – то, что существует, эго – то, чего не существует. Но при помощи ума эго создало существование себя и совершенно не воспринимает существование реальности. Вместо реальности у них вот эта придуманная реальность, причём я даже вам объяснял, что это не просто придуманная, а это коллегиально придуманная умниками реальность. И вы все в неё запакованы, вместо того, чтобы с богами, ангелами, демонами вести великие войны, как в Рамаяне какой-нибудь. Значит, нам нужно вести какое-либо изменение. Кому надо? Ну, что, да, я ещё дамысь, как ощущение, что у всех присутствующих духом человек. Так вот, кому? Ну, допустим. Кому надо? Посмотрите, кто там у вас, вот этот собственный я, хочет чего-то к себе присовокупить, потому что он сейчас, типа, недоделанный. А вот если он это присовокупит, будет доделанным. Есть там кто-то у вас? Не допустим. Нет, не допустим. Ну, потому что я, например, если вы сейчас здесь, то есть у меня что-то надо большее, значит, он не… Я не устраиваю. Это очень дневный адрес. Я не устраиваю. Видите, как вы выворачиваетесь? Безостановочно. Выворачиваетесь просто… Да, вот так. Ну, так вы выворачиваетесь постоянно. Чего вы? Не знаю, боитесь, наверное. Не бесстрашно. Не бесстрашно? Не бесстрашно? Ну, тогда кто вы? Я. Кто? Мы уже выворачивались. Нет, это опять вот начали выворачиваться. Я. Ну, это вообще-то ни о чем слова. То есть такое ленивое «я» – это «я». Если я хочу объяснять, то… Не надо объяснять. В таком случае, я не могу в чате прочувствовать себя. Нет, вы прочувствуете, а не рассказывайте, что вы это можете сделать. Он уже это сделал. Я не могу. Он прочувствовал. Только об этом не сказал. Ммм, адвокат-то есть. Если я это скажу, то будет опять же… Нет, видите, ничего это не прочувствовал. Я не прочувствовал. Я не прочувствовал. Ничего не прочувствовал. Все время есть кто-то, который хочет вывернуться и что-то там наговорить про себя. Вы понимаете, под свою концепцию? Конечно, под свою, а под какую еще? Я тут главный. Я-то не знаю ваших интересов. А я знаю, и вас двигают куда-то, куда надо. А вы упираетесь. 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 Здесь как раз именно надо упираться. Здесь упираться – это правильно? Конечно, правильно. Потому что тогда начинает изнашиваться вот это состояние. Потому что… Посмотрите, кто там упирается. Только внимательно. Вот нормально вот так вот. Кто упирается сейчас? Кто пытается все время что-то ляпнуть? И каким-то образом обозначить чего-то? Мое эго. Ты прямо так сказал – мое эго. Я не спрашиваю, что у тебя есть эго там еще. Я спрашиваю, кто? Кто этот мое назначает? Эго мое и представление о человеке мое. Опять. Видишь, ты вместо того, что от первого лица говоришь о том, чем ты обладаешь. Ухом, волей. Нет, конечно. Ты же это даже сам чувствуешь, что в результате этого разговора никакого знания не происходит. Мы же сейчас говорим о знании. Я ничего не пытаюсь. Я не знаю, что это именно на конкретных ваших вопросах. Мне вообще-то на самом деле, ба-ба-ба-ба. Я тут пришел пару часиков потрендить, ни о чем. Правильно? Что, что? Я тут красиво. Вот смотри. Меня на это исполнение устраивает концепция, что я диалогическая машина. Которая есть у фирма. И меня вот эта концепция, в принципе, вполне так устраивает. Вас устраивает концепция или пребывание в этом состоянии? Меня пребывание не устраивает. А-а-а-а. Вот я совершенно уверен, что когда я пребывал удар, совершенно уверен, там он лучше не будет. То есть нигде лучше не будет. Это все равно все о том, от чего. Как выучить свое подсознание, получать здесь удовольствие, и как вытачивать в самом деле подсознание. Он... Поэтому сейчас не будет. Да. И то, что вы рассказали, это, опять же, оказалось не историей я, а историей, как бы я чего-то там хотела бы, и как она себе рассматривает, как это было бы нормально. Но это тоже... Ну зачем рассуждать о том, как бы, как бы. Всегда надо говорить о том, как вот сейчас есть на самом деле. Вот сейчас, как я сядю логическую машину в сознании. Вот так же есть. У меня сейчас есть... Вас это устраивает или нет? У меня это принято от точки зрения. Я не отношусь никак. Ни хорошо, ни плохо, ни как. От того, что вы эту точку презрения приняли, вам стало лучше? Да. Мне стало понятно. Понятно. Никогда мне понятно, мне лучше. А что беспокоит тогда вот в этой ситуации? Да. Что в этой ситуации беспокоит? Ничего не беспокоит. Про самосознание ничего не беспокоит. Тогда почему вы сказали, что вам не очень хорошо вот в этой ситуации? Ну, потому что она была, как бы, как бы, бессмысленности. Бессмысленности. То есть, значит, вот представление о себе, что вы кусок мяса, который живет в физиологических процессах, что-то вот говорит о том, что это, ну, никак ко мне лично не относится. Я бы сказал, я бы сказал, что у меня в этом никак. То есть я, например, как сказать, я мог бы себя убедить, там, в том, что существует... Почему не убеждаете? Подождите, почему не убеждаете? У меня стабильное ощущение, что я не сделаю что-то важное. Точно. Значит, есть что-то, что нужно защищать. Современные компьютеры уже обладают достаточно высоким уровнем сознания. Они равны воздухом, могут влюбить всех человеку. Поэтому машины могут вкладывать в сознание. Я не исключаю это. Я не исключаю того, что машины... Надо тогда определиться, что вы понимаете под сознанием. Потому что то, что вы понимаете под сознанием, к нему отношения никакого не имеет. Я под сознанием понимаю умение, сколь магические... Ну вот, это не сознание, это мышление. Что это за пределами? Ещё раз. У вас появилась некоторая замкнутая концепция, куда вы всё упаковали. Всё бы было ничего, если бы вы были счастливы. Критерием всех конструкций является, насколько вы счастливы в этом состоянии. У вас нет? Нет, не мой. Меня устраивает... Вот меня... Это ваш критерий, вы даже его назвали. У вас устраивает быть сам, где я ухожусь. Если устраивает, это и есть счастье. Подождите, вы сейчас за понятия прячетесь. Если вас всё устраивает, значит ничего вас не тревожит. Состояние, когда всё устраивает и не тревожит, это и есть счастье. Вы счастливы. Так и скажите. Я счастлив. Нет, меня тревожит. Нет, тревожит. Всё. Но вы не хотите выяснить, как выйти из этого тревожащего состояния. Вы упёрлись. То есть, я вижу, что самое. Всё. Я больше никого не потеряю. Всё. Отлично. Тогда выходите. Вопросов нет. Я не знаю, что вы ходите. Расскажите. 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 Тогда вам никакие теории не нужны. Если же вы начинаете видеть, что в вашей теории что-то там… Ну, пока всё гладко. Ну, раз гладко, так вообще вопросов никаких нет. Всё нормально? Если, конечно, вы не лукавите. А вы лукавите. Расскажите. Здесь только время покажет. Ну, зачем времени ждать, когда можно сейчас весь человек, который вам покажет, где вы лукавите? Не надо прятаться. Я больше ничего. конечно это страшно это страшно быть открытыми всегда ли легче быть немножко такой коробочке собственного мнения это все нормально ваш выбор то что вы взяли ограниченную концепция конечно больно люди они для того и существует при помощи боли они показывают где у вас лажа зарыта а вы этой боли испугались еще раз говорю боль она не концепция не имеет отношения боль показывает где у вас зарыта лажа вы испугались и не хотите я живу в рамках концепции в рамках чего-то близкого к православию но оказалось что реальный мир работает совершенно по другому и реальность взаимоотношений с людьми совершенно по другому ну и что если вы например с людьми будешь поделывать образом строить отношения то остается на стягу материальных в какой-то момент но если вас это напрягает не делайте так вот вот потому что мир бесконечен эго конечна оно боится что его разорвет эта бесконечность поэтому оно стоит вот так вот да так оно и есть если вы не хотите скоробочку расширять никаких проблем делаете я это не хочу это не хочу я здесь информацию собираю от вас я информацию собираю от кого ну а толку от нее информации никакого смысла не имеет информация смысла не имеет не имеет но в боевом не только информация а ну тогда другой вопрос и как то есть вы начинали ваш субъективный мир менять конечно 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 если вас это не интересует тогда зачем вы пришли сюда нет я пришел послушать чтобы имя ради информации только ради информации потому что да нет вы же знаете что информация тут ни при чем есть действия да ради информации информация бессмысленна если вы не совершаете действия это же очевидно ну да может быть довольно постановленный какой-то момент что если личность тебя начинает принимать что-то совершенно как и надо отличаешься вот эти установки там практически смертельно конечно это страшно когда тебе начинает сдвигать твою точечку сборки да это страшно поэтому действия не нужны нужна информация да все нормально например существование смерти тот факт что есть смерть как правило и является тем человек прячется от этого особенно вот в таких вот он насобрал информацию о смерти что-то придумал и знать не хочет ничего как она действует сквозь все концепции кажется каждый человек понимает что смерть неиспешна ему приходится не видеть нет почему если ты себе придумал какую-то концепцию что ты распадешься на маленькие атомы будучи куском мяса то все ты за эту концепцию прячешься и до поры до времени сидишь в ней хоть кол на голове чеши что момент амора знаете у меня смерть прямо сейчас а не тогда ты рассыпешься это это потому что этот факт он неоспорим есть даже в тихущей моменте для тебя для меня и он так или иначе мотивирует тебя меня в смысле отличная концепция конечно то есть когда ты понимаешь что вот это вот вся дребеденья которую ты себе представляешь как некую концепцию удобную и неудобную в любой момент может разрушиться и с чем я останусь и вообще кто я такой вот мы уже говорили я есть это очень странная вещь вот я есть это вот действительно кусок мяса который рассыпется на маленькие штучки и больше ничего не будет но нет ты же знаешь что все не так просто потому что эти кусочки атома молекулы они не могут быть тем что думает я есть я есть оно не состоит ни из чего не ну если никак все нормально так продолжим значит вот смотрите вот во всей этой истории есть очень еще любопытный момент вот я уже говорил что вот когда мы говорим мышление мышление это то что вот логически строит какие-то цепочки да и каким-то образом ну вот я говорю создает себе концепции понимание разрабатывает программы там или еще 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 что-то ваш друг говорит что для того чтобы это что-то начало действовать должен быть импульс импульс или воля причем воля она не действует как что-то логическое а оно действует вера вера оно просто есть да причем самое интересное после того как оно действовало появляются и нейронные сети и компьютерные игры и машины механические самолеты причем выясняется все что это появилось построено по очень хитрым закономерностям которые находятся в физике в математике и самое интересное ум эти закономерности он не придумал их он их обнаружил так вот вот в этой всей закономерности и логичности есть очень интересный момент который вот обнаружен был опять же вот в этой квантовой физике да мы уже говорили что если вы наблюдаете события то оно ведет себя каким-то вот таким закономерным и логичным вариантом в момент наблюдения вот что интересное было обнаружено что наша способность понимать эту ситуацию оно каким-то образом когерируя с наблюдаемым создает определенную закономерность и последовательность событий которые дальше формируются в то что мы называем законы физики потому что то что мы наблюдаем и видим что у нас все время люди с двумя руками головами глазами что деревья растут из земли при помощи там каких-то процессов солнце на своем месте то есть все время мы воспроизводим эту картину мира не абы как как попал а все время в рамках некой гармонической системе воспроизводим же кто воспроизводит не знаю я там пропустил через вы вот сейчас воспроизводите глядя на все что вот вот ваше осмотрение видите организовала это пространство не как попало чертишься не сидят вот там на этом этаже а все очень хорошо гармонично физически геометрически инженерно выстроено просто не знаю как не знаете чего я говорю геометрически или физически выстроено гармонично это вот вышли в лес там деревья гармоничные или тоже там не имеете гармонию не знаю не знаю а тогда что такое гармония не знаю ну тогда вообще не о чем говорить гармонии гармонии нету совершенно верно опять же для кого нету то есть для тебя нету а для меня есть правильно то есть опять же начинается условность если нас больше кто гармонию видит то мы начинаем людей которые гармонию не видят называть немножко не способными правильно вот так вот в этой способности видеть гармонию есть очень странная вещь что оказывается оказывается вот мозг знаете у нас мозг есть он каким то образом воспроизводит какие то ну там информационные объекты ну например у нее есть память о прошлых событиях у нее есть память как он учился там я не знаю есть пить разговаривать или еще что то и вот физиологи очень настоятельно начали изучать в какой же части головного мозга раз он организатор всего этого находится та система которая отвечает там за видение за слышание за эти самые память ну должна же быть в голове какая-то часть отвечающая даже говорят что зрительные нервы тут где-то расположены там кора головного мозга обрабатывает вот эту самую нейронную сеть связанную с мышлением что там внутри какой-то мозолистое тело есть что-то еще там в голове есть в общем всякие вот эти вещи начали изучать вот эти нейрофизиологи причем так как у них появился томограф они начали это все фиксировать в виде электромагнитных всяких вот таких штучек и вот был такой странный персонаж почему-то как-то его вывели за скобки известных научных парадигм хотя у него очень хорошо верифицированный материал был он не просто там как бы фантазировал а он просто со скальпелем сидел и у животных отрезал части мозга и смотрел смотрел пропадает ли у них память там пропадает ли у них зрение пропадает ли у них эти самые навыки дрессировки которые им не это приправ но это потом уже когда начали тоже с поврежденными мозгами работать так вот этот приправ думал что в каких-то частях вот животные дрессируют и у него типа такая скоротечная память где-то тут на поверхности возникает и там вот эти электро когда его дрессируют вот эти электроразряды там сильные и типа вот в этом месте если это дело вырезать то животное не вспомнит дрессировку ну и он начал вырезать всякие части и смотрит вспоминают собаки такие причем неважно какие части вырезать причем даже треть оставшегося мозга начинает воспроизводить все функции мозга которые были в целом мозге вплоть до тех недавних дрессированных этих самых сюжетов которые в виде условного рефлекса выработались то есть мозг каким-то образом ведет себя всегда как целое а не как состоящие из частей да и вот он по этому поводу начал очень напрягаться и думать как же так а где же тогда в мозгу вот эти все запчасти и что же такое мозг тогда на самом деле то есть казалось бы все должно быть вот как в обычной физиологии вот типа руки отвечают за руки и в мозгу должно быть что-то отвечающиеся за движение рук ноги отвечают за ходьбу и в мозгу должно быть что-то отвечающиеся там думательная функция в мозгу за нее отвечающая получается ерунда какая-то какие бы части он мозга не удалял восстанавливается вся система мозга и тут он напоролся вот на эту известную тему с голографическим устройством информации знаете голографическое устройство информации, как работает. Что если предмет осветить лазером и отраженный лазер на него направить, другой сфотографировать все это, то трехмерное изображение можно изобразить на плоскости. Если потом эту фотографию лазером осветить, то в ней будет объемное изображение предмета. Как будто оно объемное. Есть такие географические снимки. Так вот самое интересное, что если фотографию разорвать пополам и половину осветить, она опять показывает весь объект. И вот сколько ее так не рви, она все время показывает весь объект. Даже самая мягчайшая часть содержит информацию обо всем объекте. То есть информация, оказывается, в мозгу не состоит из частей. И само понятие информации, оно целое. Информация, в зависимости от размера, от части или не части, любая точка Вселенной содержит информацию обо всей Вселенной. Такой вот странный момент. Если одну частицу долбануть, то вторая, которая была частью единой, тут же реагирует на это. Не передавая информацию другой. То есть она знает о том, что происходит с частью. Какая-то ерунда. Ведь всем известно, что скорость света это предельная скорость передачи информации. Тогда этот эффект Эйнштейна-Розенов стал по этому поводу рассуждать. Возможно ли превысить скорость света? И как может информация передаваться от этой частицы к другой частице? Ерунда какая-то. Это уже не выдумки, это объективно фиксируемые в институтах исследования. И тогда появился такой ученый Дэвид Бомб. Он начал, зная вот эту систему голограммы, вдруг начал думать о том, что на самом деле то, как представляет из себя Вселенная как пространство, это не дифференцированные части, состоящие, вот я говорю, из каких-то неделимых атомов, которые можно собрать там, или еще что-то, что это вообще материя, это иллюзорное представление, которое никакого отношения к реальности не имеет. А вот, например, вот смотрите, вот, например, меня можно сейчас камерой снимать спереди. Если бы у нас была другая камера, она бы еще занималась сзади, например. Потом эти изображения, если вывести на два монитора, и какому-нибудь человеку показать, что если на одном мониторе, где человек снят спереди, он пошевелил рукой, то мгновенно другой человек, а они же не знают, что это я сзади, что там не видно моего лица, шевелится мгновенно точно так же, как первый. Почему он так делает? Потому что это один человек. И поэтому никакой другой частицы нету. Мы всегда видим по одному систему. Просто у него разные грани. А наш ум, так как он растянут во время ем, он этот зазор не замечает, и он смотрит по одной изображению, по другое изображение. И вроде бы это разные вещи. А на самом деле никаких разных вещей нету. Это одно и то же. Сейчас я вам по секрету скажу. Это и есть дух. Дух – это тот, кто знает, что он един во всем. Причем он это знает, как реальность. Наш ум этого не знает, потому что он все время смотрит на разные мониторы. И с этих мониторов, растянутым во времени сознанием, пытается выстроить какую-то описательную картину. Поэтому он никак не может понять, как связан человек и природа, как связан человек и другой человек, как связано в человеке все, что вот в нем связано. Он думает, что это все дифференцировано, а оказывается, ничего не дифференцировано. Мозг – это единая система, организм – это единая система. Я в системе природы – это единая система. Вся Вселенная – это голограмма, в которой каждая часть – это часть единой системы. Но такое знание ум не может удерживать, потому что он все время смотрит на разные мониторы. Он все время при помощи этих мониторов начинает придумывать концепцию, что за что цепляется, что из чего выходит, что из чего можно каким-то образом собрать, и начинает вот этих уродцев лепить. Ну, по… То есть, например, машины механические. Машины же механические, они, в принципе, должны повторять действия биологических предметов. Даже роботов, видели, делают, как люди. Типа у них руки, ноги там, или еще что-то. Но на самом деле это к человеку никакого отношения не имеет, это просто жуткие уродцы. Появились другие механические персонажи, они начали вот эти биты собирать в электрические и в полупроводниках сети и думают, что так мозг устроен. И начинают думать. А вот, наверное, при помощи, если вот эти все сети заработают, там будет искусственный интеллект, он сам себя будет понимать. Но это такая же механическая машинка, как и любая физическая машинка. И она также отличается от реального объекта, как, вот я говорю, вот любой самый крутой робот, сделанный из самых, там, этих самых, он не сложнее таракана. Таракан намного сложнее. С любыми, там, хоть какой к нему компьютер, там, самый мощнейший компьютер, который будет повторять все эти движения, он никогда не повторит движения живого объекта. Потому что у меня вот в этом движении, вот сейчас я его сделал, чтобы его обсчитать со стопроцентным, никаких компьютеров не хватит. Потому что у меня, вот когда я руками шевелил, каждая клеточка что-то сделала. Там через мембрану прошли, знаете, уже миллиарды клеток вот тут вот в руках. Да. Все они, никакой компьютер это не обсчитает. И он не обсчитает причину того, почему я двинусь. Вот мы говорим, что какой-то компьютер может сам придумывать. Да ничего он не может. Потому что он не понимает, кто такой придумыватель. Придумыватель. У нас, если мы становимся компьютером, потом у нас есть прошлое, будущее, все ощущения. Прошлое и будущее это мониторы. Я не имею в виду. У нас есть тот, кто наблюдает за этими мониторами. А какие мониторы? То, что мы видим вселенную, а компьютер это не отличный. А компьютер это один из мониторов этой вселенной. А мы тот, кто наблюдает все эти мониторы. И самое интересное, что мы можем сделать так, чтобы наблюдать эти мониторы мгновенно, одновременно, все сразу. Как только мы попадем в того, кто у нас, я. Тогда даже не в нас, а я в я. Поэтому вот, например, в разных других системах познания, которые отличаются от философии, от науки, там каким-то образом у людей есть такое ощущение, что, оказывается, можно попасть вот в это состояние духа. Дух, когда он все присутствуют во всем сразу, одновременно. Потому что он так и живет, так и устроена вся вселенная. Единственное, что этому мешает, наше мышление, которое смотрит на много мониторов и отвлекается постоянно. И мало того, еще и появились персонажи, которые эти мониторы размножили, даже специально эти мониторы, знаете, телевизор, компьютер, это вообще какой-то ужас. Вот у нас есть вот мониторы, которые просто смотрят на природу, а еще появились дополнительные мониторы, где искусственную природу показывают, причем такую дебильную, что просто невозможно. Потому что любой человек понимает, что то, что показывает монитор, ну, ерунда полная. Ну, вначале вроде бы прикольно, а пока ты маленький и глупый. А потом ты понимаешь, что это полная билиберда. Природа лучше любое дерево, любое озеро, любой закат совершенней. Хоть как-то там, хоть усрись этих пикселей, там, каких-нибудь голографических, навставляй, все равно это будут всего лишь бдюлинки, которые делает определенная механическая система. Так вот, оказывается, если перестать смотреть на эти мониторы, а начать внимание от них отрывать и направлять на источник этого смотрения, ну, то, что называется, например, медитация, или йога. Знаете, есть такая странная дребедель. Вот все думают, йога – это такой фитнес, типа, вот у меня туловище испортилось, потому что я неправильно питаюсь и плохо двигаюсь. Пойду-ка я его пошевелю и всякие позы закручу. Если я в этих позах закрученных посижу, типа, у меня по мясу легче пойдет кровообращение и все остальное. И тогда я, типа, буду хорошо себя чувствовать. Ничего подобного. Йога, перевод на русский язык, это соединение тебя с собой, высшим. То есть себя разрозненного в виде вот социальных ролей, каким-то образом собрать в себя единого, который на все эти мониторы смотрит. И чтобы вот собрать себя в единого, для начала нужно, чтобы тело перестало отвлекаться на всякие физиологические процессы. И вот для этого делают асаны, чтобы тело потом могло несколько часов спокойно, без всякого трепыхания, сидеть и исполнять возможность ума направить сам на себя. И вот когда это действие, то есть достигается, когда человек уже может спокойно сидеть в медитации там несколько часов, тогда у него начинает вот эта странная работа происходить. То есть оказывается, в уме там есть много вот этих уровней. Не только вот уровень, который вот объективную реальность спихивает. Ну мы уже говорили. Есть уровни психологических состояний. Ведь за каждым образом состоит еще и наше эмоциональное отношение к нему. Мы не просто так видим. Самый примитивный предмет, даже вот белый цвет, на стене у нас есть к нему отношение. Всякое слово, всякое ощущение, это всегда есть какая-то некая вибрация, которая реагирует внутри нас, как некое отношение, например, к приятию или неприятию. Да, нравится, не нравится. У нас всегда есть детектор такой, который разбирает вот эту объективную реальность, мое, не мое. То есть моя теория нравится, не моя теория не нравится. Красный цвет такой мне нравится, а вот такой не нравится. Причем видите, даже в одном цвете может быть дифференциация. И причем эта дифференциация, это просто еще один уровень вашего состояния. Вот есть состояние, как описание слова, то есть смотрение на монитор, который вот голографирует вот эти образы и их представляет. А есть еще в глубине, ваше отношение к этим изображениям. А есть еще дальше, ощущательными состояниями стоят, эмоциональные состояния, за эмоциональными состояниями состоят движения энергии каких-то, но это уже какая-то галиматья. А на галиматья до тех пор, пока вы просто не вошли в это состояние. А если вы игнорируете их и просто говорите, этого не может быть, и я туда не пойду, потому что это не вписывается в мою концепцию, ну тогда все, вы находитесь в своей природе. И это хорошо, если вы в ней счастливы. Вся ерунда начинается, что человек-то лукавит. Он на самом деле всю жизнь и все, что он только хочет, это вернуться к самому себе, где он как Бог. То есть созерцает все как единое. То есть вот эту голограмму мгновенно охватывает всем. То есть пока он раздифференцирован, что-то в нем все время говорит о том, чего-то мне не хватает, чего-то я недопонял. А вот эти эмоции мне нравятся, а вот эти не нравятся, а вот эти люди козлы, а вот эти не козлы. И началась там всевозможная фигня. В этом есть некий опять же архитив, то, что был именно такой интриг с ним. Например, персонаж, который путешествовал именно между мирами всегда, дает себе воду, если он как-то рассматривает. Всегда какие-то миры были. Самое интересное, что это вы при помощи этих персонажей можете путешествовать между мирами. Но вы этого не делаете, а сидите и в мониторе смотрите. Во всех этих историях интересно только одно. Насколько твое Я в этом участвует и насколько ты близок к нему. Насколько действительно Дух через тебя начинает проявлять себя как единое чувствие. Ведь единое чувствие – это не просто бла-бла-бла. Это не просто бла-бла-бла. Это действительно… Знаете, вот у цыганок есть такая хрена. Они же при помощи этого денег зарабатывают. Они человека берут за руку и начинают с ним в контакт входить эмоциональный. И начинают чувствовать, где он сопротивляется, а где он наталкивает. И через это выясняют, кто он такой, кем он является. Дальше ему это рассказывают, как будто это они прочитали в каких-то там этих самых… А на самом деле он сам им все рассказал своими реакциями. И дальше с ним так резонируют, что он все деньги, которые у них есть, он их отдает. Это только за счет самой поверхностной способности попасть в единочувствие. А есть такое единочувствие, что вы вообще можете просто в человека зайти, и он будет делать все, что вы хотите. Без всяких разговоров. Ну, это глупости, конечно, это идиоты этим занимаются. А можно войти вообще все в миры и богов сюда привезти, которые там при помощи всего этого. Ну, как раньше делали. Ну, тут опять же стоит аккуратно, потому что в какой-то момент можно там войти, а… Ну, это, конечно, все бла-бла-бла, ни для чего. Но, видите, оказывается, диапазоны очень интересные могут быть, и наше эго быстренько включается вот в это. А если это так возможно, а как же это сделать? А научите, как это делается. Представляете, ваша скучная жизнь вдруг превращается в битвы титанов, богов, и все вы в этом, это видите, участвуете в этом, летаете вместе с инопланетянами там по другим галактикам, вы думаете, вот эти истории там про галактические войны, это все фантазии? Нет. Были люди, которые в них участвовали. И участвуют. И общаются с богами, с демонами, там еще что-то. Ну, просто в нашей культурной традиции они выведены за рамки. Ну, например, они теперь существуют в форме литературных, эпических произведений. Но если вы войдете в Саризануцию, вот как этот Юнг, туда, вовнутрь, вы можете стать участником всех этих событий. И некоторые персонажи становились и потом написали замечательные романы по этому поводу, как участники этих событий. Есть некоторые писатели и поэты, которые не совсем писатели и поэты, они описывают то, что реально существует. Прикольно? Художники видят все эти вещи. Но только если не тупить. Если, конечно, тупить, что ты кусок мяса, и у тебя концепцию загнана примитивную, и все это есть информация на подобии компьютерной сети, ну тогда там, конечно, ничего кроме компьютерной сети не будет. Вот так нужно крутенько так вот отдохнуть. Ну, это я шучу. Да нет, это же все был рассказ замануха для эго. Чтобы эго хоть как-то столкнуть, ему надо чудесные истории. Человек очень упирается, действительно. Он не хочет никаким образом. И вот для этого всякие писатели и мифологи, они придумают волшебные истории, чтобы хоть как-то человека выдернуть из этого духового состояния, в котором он себя загнал при помощи фантазий каких-то таких же примитивных восприятий, которые сейчас существуют, и вот это все делают. И вроде бы все удобно и хорошо, но весь цивилизованный мир психоаналитиком вообще стоит, чтобы разгрузить свои идиотские комплексы. То есть у вас внутри течет поток вот этого дауна. Прямо через вас. Я же говорю, дум прямо здесь присутствует. Вместо того, чтобы искать этот поток где-то там в Индии, где-то там в учении Гюрджиева или в учении там христианского сихазма или еще где-нибудь, вы можете это делать прямо как вот это делали и Гюрджиев, и сихаты в самом себе. Не надо никуда ходить. Просто перестаньте смотреть на мониторы и смотреть, как на этих мониторах что-то там мерцает удивительно и не похоже ни на что. вы должны понять, что это вы все время смотрите на свое отражение. Вот вы весь этот мир, он показывает только одно. Вас. Ну, то есть ваше отношение, то есть ваше чувство, ваши способности визуализировать, ваши способности переживать. Только все это ваше. Поэтому, например, действительно я не могу узнать, что ты там думаешь. потому что в моей картинке будет всегда мое отношение к некому образу и к этому образу, и к этому образу. Потому что я... я для всех одно. Это дух. Когда вы в я попадаете, вы видите, что никакого другого нет. везде я. Это называется духовность. В таком случае, почему вы не добрали? Потому что вы на монитор смотрите, а не на я. Тоже часть я. Когда вы увидите, что это я, когда монитор лопается, его границы исчезают. А? А может быть, так и должно быть. Только кто это размышляет? Нет. Ну, вы сейчас перескочили через десять ступеней и начали говорить, как будто вы просветлены. И для я не существует. Только тогда, когда это действительно не существует. Когда это для вас реальнее, чем реальность. Если вы это просто употребляете как словесный оборот, это ни о чем разговор. Поэтому настолько и важно прекратить всякие вот эти обдумывания и как можно вот четче и концентрированней начать собирать я в я. Самое интересное, что когда я в я собирается, это не сужение мира, а это наоборот разрывание границ вот этих узких мониторов. Вот сейчас вы мир смотрите через узенький монитор, через один спектр. На я же помните, вы видите только в определенном диапазоне, слышите, мало того, вы информацию только по определенной схеме собираете так, кто в тех рамках, которые вы для себя определили. Как только вы монитор расширяете, к я приближаетесь, вы начинаете слышать все, что угодно. С вами животные начнут разговаривать, как и с древними колдунами. ангелы прилетят, начнут вам советовать, демоны вас начнут искушать. Правильно, поэтому вот отцы святые говорили, что нельзя человека впускать, он же в дурдом сразу попадет. «Сиди в мониторчик, смотри, и не выделывайся». Мир ужасен для эго, потому что когда монитор лопается, эго умирает, а эго умирает, вот это то, что вы сейчас «я» называете. Оно очень боится, вот когда истинное «я» пробудится, потому что тогда умрет тот, кто по этому поводу беспокоится, и кто борется за свою вот эту, какую-то вот ограниченную форму там понятого им мира. Конечно же он боится, и он сопротивляется этому, и слушать никого не хочет, ну, до поры до времени, но при этом всегда интересуется, потому что у этого «я» есть такая идея, что это он может стать просветленным и пробудиться. Поэтому, ну, дай-ка вот я практики поизучаю, а вам покажу всем, гуськину мать, какой я экстрасенс. Точно. Точно. Какой? Чем? Ну, я же тебе только что сказал. Я понятия не имею, что там у тебя, а ты вот сидишь и знаешь, что у меня. Ну, ты сказал, что моя, а я считаю, что не моя. Ничья. Надо расширять. Вот это слово «моя» все портит. Ни одной мысли просто говорит. Просто говорит. Вот вы правильно говорили, что это просто все случается. Ничего нету такого, чтобы можно было за что-то... Это очень хорошая позиция, на самом деле. Она одновременно и расширяет до бесконечности. сейчас нету какого-то я, который что-то говорит про себя. Просто сейчас говорится что-то. И самое интересное, смысла в этом, ну, никакого нету. Действительно, нету ни в чем никакого смысла. Но это очень глубокое знание. потому что если все-таки пока есть я как эго, оно все время хочет какой-то смысл для себя, каким-то образом, какую-то концепцию собрать. А когда монитор расширяется, вдруг появляется... Да это ж не ты был. Ну, вот оно хочет понять это и загнать все в монитор. А на самом деле, вот я говорю, солнце просто светит, никто этим не управляет. Кровь у меня просто по организму уже вот сейчас проходит. Я ж не контролирую там сердце. Ну, давай, начнем качать. Качаем, качаем, качаем. Волосы растут, мысли вот в голове у меня. И вот правильно рот разговаривает. Мысли появляются, рот разговаривает. Я не знаю, как заставить рот разговаривать. Я не управляю ни одной вот этой связкой звуковой. Вообще, для меня это большой секрет, как разговаривать рот. Как мысль из мозга превращается в слово. Я этим не управляю. Я даже не знаю, какая у меня мысль сейчас в голову войдет. Это просто процесс волды, мироздания. А вот когда мы пытаемся все-таки вот это углубиться вот, чтобы говорить сейчас, знать, я, светиться, так сказать, Это я говорю, таким заниматься. Вот оно хочет что-то для себя, в чем-то углубиться, развиться, потому что оно думает, что что-то можно развивать. А как можно развивать, если вся Вселенная уже действует сейчас? А я же рассказывал на Эго только что. Я бы раз сейчас только что сказали, что все-таки это Эго. Конечно, Эго. Но только через Эго мы можем начать занятиями вот этими. Эго сюда привело нас и меня. Вот я рассказываю, Эго меня заставило рассказывать, а вас слушать, потому что ему все-таки интересно, как же выбраться из этой лажи, в которой она находится. Потому что оно интуитивно чувствует, что мир какой-то недоделанный, что его можно сделать совершенным или там более улучшить, я не знаю, при помощи науки, образования, при помощи тайных знаний, психологических, практик, при помощи чего-то. И вот Эго носятся везде и все время хочет это дело улучшить. Но это хорошее Эго. Есть дурное Эго. Оно просто потакает своим дурацким этим, ну типа стать президентом, заработать кучу денег и всем показать, кто-то с кедром. В полном субъекте это есть его полное раскрытие. Может. Совершенно верно. В данном субъекте это полное его раскрытие. Ко мне это никакое отношение имеет. Если я только не хочу быть таким субъектом. И нам мониторы показывают. Будь вот таким. Добейся успеха. Покажи всем Кузькину мать. Сколько у тебя денег? Где твой миллион? Нету? Пасись. Гузик. Вот нам все время монитор показывает, кем надо быть и что надо в этой жизни делать, чтобы быть счастливым. счастливым. Но самое интересное вот среди тех, кто это сделал, несчастливых нету. Нету счастливых. Потому что счастье, оно не там где-то, как вы говорили, где-то там, в реке какой-то. Оно вот внутри у вас сидит прямо и ждет, когда вы вот прямо вот станете счастливым прямо вот здесь, в этом мгновении, которое охватывает собой всю Вселенную. И для этого делать ничего не надо, самое удивительное. А все эти истории, как что-то делать, это вот все, говорят, через задний проход свет, знаете, в царство войти. И уже тысячи поколений, тысячи людей ходили по этим хреням, на грабли наступили, в священных писаниях все это моральные правила описаны, говорят, не делайте так, ну это вот так, всем ясно, не укради, не убей там, не возжелай жилу ближнего.